и снова приветствую вас дорогие друзья на канале продолжаем развивать сельское хозяйство в селе ягодном и вот мы у нас раннюю осень но мы уже уборку закончили благодаря вот этим нашим новым трудягам да вот это у нас два новых комбайна вектор да и один комбайн дон да вот смотрите какие они грязные стали вот и мы сейчас вот я их пригнал с поля к нашу водонапорной башни где у нас от стоит автомойка да вот вот наша техника дома с камаз до зил тоже неплохо поработали на уборке да и давайте-ка сначала вот начнем с комбайнов да вот я сейчас хочу их это отмыть хорошенько потом жатки отцепить да и перегнать их в гараж в общем то так давайте-ка начнем наверно с дона да вот мой кустик мешает так а если вот так вот пройду ухты вот немножко вот но шланг в принципе длинный такой хватает да так и сделать сейчас от моем его до ну все вот смотрите к отмылся да вот так давайте-ка сразу все помоем да вот так ну этот немножко посложнее отмывается смотрите-ка ну сейчас от мой так жатку уже отмылась вроде бы да так сейчас сам комбайн вот так вот близко поставил их вот но просто такие вот широкие да и вот мы их потом поставим короче не то что вот как сказал бы я на зимов куда до следующей уборки в красоте не прям как новое становится но в принципе что могу сказать как новый они и так новые да вот я мы в этом году купили да так отлично вот все чисто стало да и давайте-ка сейчас еще следующий комбайн так жатко залез такую нажатку короче вот так вот вот сверху чтоб поливать как это типах как дождик до ну все нормально отлично вот так вот где-то отмыли да так давайте-ка сейчас начнем с дона да вот вот так жатки наверно отцепим за ангаром да вот где вот у нас откосилки стоит да вот ну че там в дерево в персе ну вот вот здесь вот короче жатки поставим да вот главное чтобы они конечно не мешались вот вот сюда вот так вот поставим вот смотрите как такие специальные пятачки есть туда вот так опускаем так кардан динамические шланги все эти ну и жатку саму оставляем тут вот так вот и вот загоним в ангар да вот чтобы это сказать он должен в принципе главное чтобы поместился да ну вот рядом с этим с доном силы с уборочным поставим вот так вот да вот в ряд да вот и 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 Ну, вот так вот пусть стоит Теперь следующий Ох, как звучит движок ЕМЗ, да? Поет прям Ох, как звучит движок Так Так Ой, не комбайнер, не на ту кнопку Так, опускаем Жатку Ох, как звучит движок Так Так, тут вот жатку Оцепил какие-то логи ФПС-ка проседает Так, ладно, нам сейчас главное Загнать и поставить Да, вот Ох, как звучит движок Так, следующий Так, следующий Так, давай не прощание В저, как звучит здесь так ну это же вот эту джатку тоже вот так вот рядом поставим да и так вот немножко этот чтобы не задеть главные самую сажалку здесь вот такой пост отцепим да можем так опускаем так отлично так загоняем ну вот смотрите-ка вот прям наш этот огромный ангар для комбайнов да вот уже вот пополняется прям да вот и причем уже новой современной техникой ну тихо 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 привыкнуть еще к ним надо так ну все классно да вот пускай пока стоят но пока ангар найн закрывать не будем потом зимой уже когда холода наступит мы его закроем мы же займемся вот чем и так что же нам сейчас предстоит и так надо будет 19 поле закультивировать да вот и оставить его на пары так следующий год сюда ничего сажать не будем да так поле номер 24 во первых надо вспахать его вот и во вторых надо будет нанести туда и известь да вот как вы видите надо нанести туда еще известь но прежде чем все вот это сделать да вот нам нужно нам нужно на эту по с этого поля да с 24 собрать всю солому вот и и очень при очень много да вот и это самое и и очень много вот девать нам ее некуда нам ее столько вот не надо вот да но выкидывать конечно жалко да вот но естественно мы ее конечно куда-то тенем вот и мы ее соберем да и отправим на компост вот и так у нас вот мтзшка вот готова уже короче с фуражным прицепом и для кировца мы тоже приобрели вот такой вот фуражный прицеп да вот сармат овский вот который вмещает представляете аж 92 куба сена там соломы да вот то есть конкретно вот как говорится соберем и для того чтобы закультивировать поле номер 19 мы приобрели вот такой вот культиватор да вот который сейчас мы на который мы сейчас подцепим т-150 так давайте-ка вот эти сейчас два трактора мы сначала отправим так с андрюхой на поле номер 19 да вот пускай вот там они потом мы на поле номер 24 да пускай вот потом там они будут у нас это так давай-ка ты езжай да ну и кировец тоже конечно отправим да туда вот так-так-так-так-так-так-так-так-так где поле номер двадцать четыре да и и так ладно ребята пока пускай едут да вот мы сейчас возьмем наш т-150 он у нас находится на конюшне да вот я потому что с утречка нашим лошадям давал сеном вот так перемещаемся также вот на конюшню да так где он у нас находится так вот стоит у нас наш хтзшка да так прицеп в принципе здесь оставим потому что там еще у нас сены и соломы есть да так так мимо дома нашего едем так надо бы покупать уже тракторная какой-нибудь побыстрее нашего хтзшки да этот уже как говорится старая модель устаревая да вот надо вот потихоньку обновлять парк техники но мы в принципе чем мы занимаемся даже да вот так прицепляем сейчас такой вот здоровенный культиватор да но в принципе по дорогам общего пользования мы можем его транспортировать потому что он это складывать опа надо это на на навеску поменять сейчас по-быстрому стиль съездил мастерскую поменяю благо она тут недалеко забыл про на что-то вообще про навеску вообще забыл надо это трехточечную ставить а не фаркоп ну мы в последнее время то занимались это транспортировка и это прицепов да вот поэтому фаркоп ставили вот а сейчас надо было поставить настроить так где у нас фаркоп трехточечный так ладно ну вот как хорошо взяли поставили трехточечную навеску да но выезжаем выезжаем так Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, поднимаем. Давайте-ка его свернем. Так, поднимем бороны все, короче. Ну вот он, этот культиватор у нас, он получается такой вот навесной, да, вот. То есть... Так, и давайте-ка, наверное, работника отправим, да, вот. Пускай пока едет в поле номер 19. И сами мы посмотрим, что там делают наши эти ребята, которые доехали до поля номер 24. Итак, вот наши ребята доехали, да. И я думаю, наверное, первым мы отправим сначала Кировец. Потому что у него вместимость вроде бы как побольше, да. Так, немножко сейчас у нас вот так Беларусь отъедет, да. Здесь пока вот оставим. Так, и, естественно, мы будем возить, короче говоря, так, солому. Компост, компостер, выгрузка, вот. Итак, вот так вот у нас делается это так, да. Так, и теперь давайте-ка вызовем нашего, так сказать... Так, поле 24. Так. Совместность работы орудий 2, да. Два круга по часовой. Ну, вот так, в принципе, генерируем, да, вот. Пускай вот. Итак, вот маршрут построен у нас, да. Так, и кое-что сейчас в настройках надо будет сделать. Так, со стартовой, естественно, так. Да не 6 метров 15, наверное, сделаем. Так, нет, нет. Влево. Так, и в настройках вот. Так. 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 Так, этот будет вправо. Нормально, так, и... Ой, не трава, солома. Так, ну чё ж, погнали. 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 Смотрите-ка, скорость сбора у него такая приличная, да? Ну что ж, дорогие друзья, за кадром мы вот это все дело соберем, да? Вот, так Т-150 мы отправим культивировать поле номер 19, да? Вот Ну что ж, всем спасибо за внимание Всем спасибо за просмотр Кому понравилось, ставьте лайки Также гости, подписывайтесь на канал И не забудьте нажать на колокольчик чтобы знать о выходе следующих видео Ну и всем удачи Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok